Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Я тут с утра поехала в магазин Оби. Нужно мне было кое-что купить. В общем, ну и конечно же я прогулялась по самому магазину. Люблю тоже цветочный магазин, люблю цветы. У меня хотя в доме их очень много, но все равно какие-то цветы мне все равно хочется в свою коллекцию, скажем так, приобрести. В общем, всегда что-то нахожу, что можно здесь приобрести. Хотя, что касается цен, я бы не сказала, что Оби такой дешевый магазин, и зачастую здесь попадаются такие растения, которые, ну, я даже не знаю. То есть в питомниках, конечно, лучше, но дороже. А в Оби бывают тоже очень хорошие растения, бывают и не очень. То есть здесь нужно, конечно, в этом разбираться, нужно смотреть и так далее. Но я постоянный клиент этого магазина. Нашла такой цветочек за 15 тысяч. Да, вот эти большие растения, они, конечно, стоят денежек. Еще в Оби мне очень нравятся вот эти искусственные цветы. Бывают, кстати, очень прикольные сухоцветы. Продаются вот эти кашпо. Очень многим нравятся кашпо, горшки, да, вот эти вот, как бы горшок вместе с кашпо. Вот, мне они тоже, кстати, очень нравятся. Прикольные, вот, но не дешевые, скажем так. Так вот, искусственные цветы различные вот эти. Мне очень нравятся они в Оби, но цены на них кусаются. Я как-то смотрела подобные на Алиэкспресс, но не заказала. Здесь тоже, я думаю, что все это производитель Китая. Я уж не думаю, что тут что-то супер-пупер. Вот понравилась мне очень вот эта веточка орхидеи. Но я даже не посмотрела, сколько она стоит. Если честно, что-то пошла мимо. Смотрите, какая прикольная. Она нереально выглядит, как живые. Все вот эти вот искусственные цветочки. Очень мне нравятся. Наверное, 800 рублей или 1200 стоила вот эта веточка орхидеи. Вот, розы тоже, которые как бы как в горшках такие. И они именно, знаете, как кустовые такие прикольные. Такой шарик тоже мне понравился. Вот, но цены, конечно, не знаю, на том же Алиэкспресс, мне кажется, на том же Азон, на Вальберес можно намного дешевле найти. Вот, и здесь я нашла вот эти свои любимые цветочки. Все время забываю их название. Вот, но они мне очень нравятся. У меня дома есть гипераструм, да, правильно называется. У меня дома есть такой же вот белый и красный. И здесь как раз-таки белый и красный. Но запекая вперед, скажу, что я прошла дальше, нашла там такой красно-белый. Вот, мое любимое средство для срезки цветов, срезанных, для срезки, для срезанных цветов, да, правильно сказать, для букетов. Очень люблю его и действительно продлевает жизнь любому букету раза в два, а то и больше. И подкормка 70 рублей, она мне очень нравится. Я не знаю, где больше ее приобрести. Покупаю все время в обе, даже самый чахленький цветочек с ней преображается. Я вот периодически покупаю, подкармливаю все свои растения, и они реально оживают, причем этот эффект сохраняется надолго. Ну что, приехала я домой, давайте покажу свои покупки в обе. Конечно же, я не ушла без цветка. И это вот такой вот цветок. У меня есть, я обожаю эти цветы, девочки. У меня есть вот такой красный, такой прям темно-красный, такой белый. Они в основном в обе продаются. И в этот раз я взяла вот такой вот. Но он, видите, такой красный с белым. В общем, не смогла пройти мимо, так как это новенький для меня. Вот. В общем, вот такой вот купила. Стоил он... Там еще какая-то скидка была. Так, это вот этот гипераструм. Стоил 729 рублей. И сразу к нему я купила кашпо. Это точно такой же кашпо, в котором у меня предыдущие два сидят. Вот. Так что у меня третья теперь такая подружка. Очень люблю эти цветы, они мне очень нравятся. Также купила подкормку для комнатных растений. Я уже не раз ее показывала вам. Говорила, что мне очень нравится. Это уже готово. Правда, надолго мне не хватает. Но цветов у меня много, поэтому... Да. Это у меня на первый этаж, это на второй этаж пойдет. Значит, вот такой вот стоит он. Ну, в общем, я чек покажу. Я там, по-моему, показывала по 70 рублей, да, в магазине. Мне вот эти вот взяла две штучки. Как раз периодически покупаю, опрыскиваю. Даже самые такие, знаете, чахленькие растения. Вот с этой подкормкой, видите, она сразу со спреем. Они прям оживают. И еще вот такое вот это я всегда беру для срезанных цветов. Действительно, вот просто чуть ли не неделю будут, то, что неделю, чуть ли не месяц у вас будут стоять цветы в вазе. Все зависит от того, какие цветы. Розы, конечно, все равно. Но розы, букет роз, может, если он свежий, неделю, а то и больше стоять. И, в общем, я постоянно вот... Ну, муж мне постоянно дарит цветочки лесогорода какие-то, да. Я вот беру цветы, срезаю, ставлю. И они действительно в вазе очень долго стоят. В общем, мне нравится. Именно вот это вот, вот так называется марка. Не знаю, где еще купить. Я беру все время в обе. Так, и вот это я купила краску для деревьев. Побелю их в зиму уже. Вот такие две упаковки. Мне как раз на все хватит, на все деревицы мои. Вот эти вот. Я в прошлом году такие же покупала. Мне понравилось вот это именно. Есть еще в пакетах, но мне понравилось как вот именно в банках вот это вот. В общем, давайте покажу вам чек. Так, вот чудо-спрей 2. Там у меня еще какая-то скидка была по карте. В общем, по 65 рублей они у меня обошлись. Это для срезанных цветов 205. Вот кашпо вот это вот. Вот оно 327 рублей. Потом сам цветок 683. Мне обошелся в пакетик. Я там купила. И краска. Вот она тоже. Две по 74, да, насколько я поняла. Какое-то округление. Это вот 1500 я ставила. Ну, как всегда. Без цветка я вообще никак не могла уйти. Смотрите, какой он красивый. Он сейчас отсветет. Отцветет, когда я его уже пересажу. Ну, вот в это кашпо. А пока он цветет, я его не буду пересаживать. Говорят, это им не очень полезно. И еще я зашла, девочки, в магазин «Фамилия». А зашла я туда не просто так. Я в прошлый раз увидела вот такую швабру. Мне нравится та швабра, которая у меня есть. Кто меня до вас смотрит, знает. Я ее покупала в ленте ту. Но я хочу, чтобы у меня была на втором этаже швабра. Потому что, ну, бывает там дети что-то пролили. Или что-то вот просто нужно протереть. Быстренько пол. И мне надо идти вниз за шваброй. Потом наверх. В общем, целая, знаете, история. Это у меня будет на втором этаже стоять. Тем более у меня там пар... Что это? Ламинат. Вот. И вот такую вот пушистую я хотела, чтобы сразу и плинтуса можно было протереть. В общем, она вот такая пушистенькая. И здесь вот... В общем, она такая очень мягкая, гибкая. Видите, что можно и плинтуса сразу протирать. Из микрофибры стоила она... Сейчас вам покажу. 399 рублей. Вот. Минус... Сегодня понедельник был. Минус 7%. В общем, я за это шваброй, короче, вернулась. Она действительно вот здесь вот прорезиненная, мягенькая. В принципе, мне намочил под раковиной, да? В раковине. В общем, под раковиной. В раковине. Быстренько вот эту саму насадку, да? И просто протер. Не для того, чтобы мыть, а именно, чтобы протереть. Если что-то кто-то разлил и так далее. В общем, поняли. И потом вот эту штучку бросить в стиральную машинку. Вот. И еще зашла, посмотрела. Я там сто лет не смотрела уже нижнее белье. Так, давайте швабру я положу сюда. Так. Зашла. Увидела вот такие вот. Вообще вот эта марка. Мне очень нравится, девочки. Вот это. Вот это. И еще инфинити или как-то так она называется. У них очень такое мягкое, нежное белье такое. В общем, стоили трусики 299 рублей. Вот такие вот симпатичненькие. Ну и там их как-то немного было. Смотрите, какие красивые. Кружавчики. Прямо за 300 рублей я считаю, что это очень-очень-очень даже неплохо. И здесь идут еще вот такие, как эти, ну такие, в общем, лямочки сюда 2. То есть вот так будет. В общем, нижнее белье там тоже обязательно просматривайте. Бывают очень хорошие, хорошие марки. Вот эта вот марка тоже мне очень нравится. Она такая прям мягкая-мягкая. Белье не впивается никуда, ничего. В общем, сделано просто идеально. Так что вот такие вот у меня были покупки. Но фамилию я уже не снимала, потому что я зашла чисто за шваброй. Ну и так как оставалось чуть-чуть времени, думаю, пойду нижнее белье посмотрю. Вот что-то я давно там в этом отделе не была. А в посуду даже особо как-то не заходила. Там так мимо пробежала, новинок особо никаких нет. Поэтому вот ушла всего с двумя позициями, скажем так. Вот. Но швабра вот эта прикольная. Ну должна быть прикольная. В общем, я попробую. Видите, вот эта специальная такая, чтобы протирать. Вот. Чтобы быстренько протер там, и все на втором этаже. Не надо таскать туда-сюда швабры, потому что меня это бесит. Вот. Так что вот так вот. И хочу вам еще показать свой заказ Faberlic. Давайте начну с таких новиночек, скажем так, да. Вот эта вот серия Dream Therapy. Вот такая вот косметика. Мамочка сладких снов. Я решила попробовать. Во-первых, я заказала. Думаю, пока есть наличие, думаю, надо взять вот такую маску для сна. Слушайте, она прикольная. Она как такая, как шелковая. Очень приятная. Я, конечно, попробую обязательно. Вообще я маски обычно не использую, но тут прям что-то захотелось. Вот. Тем более она такая миленькая. Вот, видите, вот эта вот линейка Dream Therapy. Бережный уход за вашей кожей во время сна. Прикольно. Вот. Еще увидела там из этой серии вот такую вот свеч, свеча. Во-первых, прикольно, что баночка вот эта вот с крышкой. Во-вторых, аромат очень даже приятный. Он такой, он не сладкий. Он такой свежепряный какой-то. На самом деле, действительно, очень приятно. Такое ощущение, что здесь есть немножко корицы какой-то, но не сладкий аромат, а такой свежепряный. Вот действительно свежепряный аромат. Очень прикольный. В общем, свечку вот такую обязательно буду вечером себя зажигать, потому что, ну, бывает, когда устанешь. Вообще супер. Это у нас крем-масло для душа, расслабляющая. То же самое. Тоже пряно такой свежий аромат. Очень прикольный. Мне вообще понравился, по крайней мере, аромат. Буду пробовать. И вот такой вот спрей я взяла. Это расслабляющий мист для тела. Видите, мист для более быстрого засыпания и бодрого пробуждения. Будь спокойной ночи вам. Будь сон будет красиво. Вот, на самом деле, очень прикольно. Вот шел он, вот этот мист, вот в такой коробочке. Вот в такой вот. Очень классный. Ну, аромат очень приятный. Тоже он имеет такой свежий, вот здесь более концентрированный аромат. Здесь тоже более концентрированный. А здесь такой полегче аромат уже. И тоже такой свежепряный. Очень вкусный. Зимой очень люблю, кстати, такие ароматы. Так что вот эту вот новую линейку, новиночки. Вот такие вот я себе взяла. Все для сна. Думаю, девочки, берите, пока не раскупили. Также я взяла вот такое средство для мытья посуды. Лимон и мята. Вот, очень люблю. Классный промывай. Удаляю всякие запахи и все такое. И снова взяла, девочки, вот эти вот тапочки. Как они мне понравились. Вот эта история с этими тапочками, она вообще прикольная. Потому что у вас и ножки в тепле, и в то же время они как бы дышат, не потеют и все такое. В общем, супер на зиму. Тоже вам, девочки, очень советую. Я беру размер 40-41, но он на самом деле где-то 40-й размер идет. Если там с носочком одевать, ну, мне не сильно велико. То есть вот здесь вот. То есть мне вообще отлично. Хотя у меня 39-й размер, поэтому 40-41 я с удовольствием беру. Очень классно. Я их стираю в стиральной машинке. Конечно, они потом от стирки не вот такие уже пушистые, а более такие. Но при этом все равно остаются тепленькие. Так что прикольная. Вот взяла себе просто в другом цвете на смену, скажем так. Это темно-синий такой цвет, но он ближе к черному. Он даже смотрится, наверное... Ну, вот у меня ногти черные, да? Больше как черный смотрится. И мальчишкам своим взяла вот такие вот мочалочки, которые идут сразу вместе с... Где? Вот такими шариками мыльными. Слушайте, приятно пахнут. Но вот дам. Мне в любом случае мальчишкам нужно поменять вот эти мочалочки для душа. Так что им обязательно отдам. Но вот эта линейка, это класс. Особенно маска. Видите, она такая как шелковая. Так что всем советую. Очень приятно пахнет. Так нерезкий такой аромат. Вот. Но зажгу потом вечерком себе. Посмотрю. Так что вот такой вот у меня был небольшой заказ Faberlic. Ссылки, как обычно, я и все артиклы оставлю внизу в инфобоксе. Кстати, просматривала каталог. И видите, вот эти средства, которые я заказала. Здесь еще крем-вуаль для тела есть. Вот. Я что-то его не взяла. Надо будет взять. Вот. И ароматическая зубная паста. На самом деле тоже надо будет попробовать. Видите, они сейчас со скидкой. Как раз следующий каталог будет. Вот видите, вот эта вот серия. Очень прикольно. Ну, ароматы очень прикольные. Такие немножко корицы и чего-то такого. И еще вот уход за лицом. Вот такой вот. Что-то целое. Вот она моя масочка. Девочки, берите, пока не разобрали. Смотрите, девочки, знаю, что так нельзя так некрасиво подглядывать. Но у нас у соседей аж целых пять, да? Пять козочек. Посмотрите. Здорово как, да? Я, кстати, не люблю козье молоко. У меня дома его тоже никто не будет пить. Поэтому, да. Ну, не знаю. Наверное, на продажу молоко держат. Да, ведь козочки сколько много же дают молока. Козьи сыра делают. Видите, у одной там прям в имя такое большое. Вообще было у них всего две козы в прошлом году. Потом стало три. У нас сейчас аж целых пять. Вот. Наверное, мальчик тут тоже, наверное. Вот тут вот. Вот тут стоит как раз вот этот, наверное, мальчик. Козёл. Смотрите, они по утрам, по вечерам их выпускают. Они гуляют. Видите, а ещё у них вот там вот каждый год, вот там вот около дома. Сейчас покажу. Они сажают тыквы. У них очень большой урожай тыкв. И ещё там как раз такие, которые мне нравятся, бутылочные. В следующем году хочу их посадить. Смотрите, какие. Такие прикольные. Они так, ну, всё время бей-бей. Слышно их дома не слышно, а вот на улице их слышно. Видите, какие. О, да, это, наверное, два мальчика. Видите, они там бодаются. Вот так что вот такие вот у нас у соседей козочки. Здорово, да? Девчули мои, вот так вот каждое утро спят. Спите, спите, я. Я не вам. Вот так вот, видите, две. Вот. Мелкий Лео бегает. Они тут у меня в прихожей. Мама убирается, там что-то шебуршит. Что-то делает. Завтраком накормила всех. Всё, они дрыхнут. Вот таким образом всё время. И вот на этом коврике. Ну, то есть Бонна на нём помещается, конечно же. Вот. Дашь ей другой коврик. Она не спит. Она вот здесь вот любит спать. Вот. И Джусси у неё под бочком. Да? Вот так вот. А мелкий бегает за мной. Вот. А Джусси ушла. Она бегала с ним. И к Боночке. Вот так удобненько. Вот так вот они. Каждое утро вот так вот. Пока мама шебуршится. Они спят до тех пор, пока я не приеду, Лёва не заберу. И всё. И как Лёва забираю, они уже выспавшись. Они уже всё. И уже можно гулять пойти. Можно там везде. Вот. Так спят. Кто-то храпит. Кто-то храпит, да? Вот так вот у нас такая картина маслом. Ну, а здесь два наших бандита. Просто дом вверх дном с ними. Девочки, это нечто, конечно. В общем, они сдружились окончательно. И у них скачки по утрам и по вечерам. Вот. Ночью перестали бегать. Мой муж на них пару раз поругался. Вот. И на этом всё. Но вот они скачут. Причём обычно скачут где-нибудь около меня. Вот. Видно, скучно. Надо, чтобы я всё это наблюдала, всё это смотрела. На самом деле весёлая история. Друг друга ловят. Вот. И Леофан на неё иногда нападает. Знаете, мне очень напоминает, как вот в дикой природе, да, там львийцы нападают на крупный рогатый скот, я бы так называла, да. То есть сзади так как бы за попу хватают лапами и начинают кусать. Вот Леофан делает примерно то же самое. С Джуси она поджимает хвост, убегает от него, а потом всё равно обратно прибегает. Он снова на неё нападает. В общем, прямо у нас какие-то дикие игры дома. Вот. Но на самом деле мы очень рады, что они подружились. Леофан совсем у нас. Он на самом деле поправился. Был очень-очень худой. Сейчас у нас уже не торчат ребра. Вот. И потихонечку, я так понимаю, что он начинает расти, подрастать. Вот. Поэтому и шерсть стала у него получше. В общем, отлично. Скоро мы будем уже делать прививки. Вот. Но на улицу он пока не просится. И на улицу мы его не выпускаем. И всю зиму я не хочу его выпускать. Я хочу, чтобы он привык к дому. К тому, что... Ну, чтобы не шлялся. Потому что таких породистых котов у нас обычно быстро... Ну, в общем, прибирают к рукам. Вот. В посёлке. Поэтому за котами нужно обязательно следить. Даже и не породистых. Всё равно прибирают к рукам. И, в общем, такой историей занимаются у нас. Есть такая история. В общем, Леофанушка тут не даёт Джуси скучать. Ловит её, хулиганичает. В общем, весело нам очень живётся. Вот. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Не забывайте, что все ссылки, артикулы по Фиберлик я вам оставила внизу в инфобоксе. Так что, кому интересно, приходите, смотрите, ставьте пальчики вверх, оставляйте свои комментарии. Вот видите, как он у неё сзади нападает. Просто... Ну, весело. Самое главное – это что весело. Да? Вот так вот он прям ползком таким на неё. Вот. Всех люблю, целую и до новых встреч.